Запись начала. Я не буду говорить, потому что много теми большие, и вы многие чем занимаетесь. Но я про книгу хотел поздравить и спросить, о чём она. Ну так я понимаю, о чём, просто более-менее, чтобы все узнали из нашей аудитории. И второе, про ваши духи, которыми вы занимаетесь, чтобы можно было иметь представление не только мне. Если, конечно, вы соизволите сказать про ваши духи, вот эту магию, как вы это делаете, пусть все порадуются, что вот у вас есть такая возможность, способность. Ой, извините, может быть, какой-нибудь больной слышит. Алло. Извините, я сейчас занят, через полчаса. Нет, это мужчина какой-то звонил, такие тоже звонят. Замечательно. Я очень тоже рада вас видеть. Мы действительно давно-давно с вами не общались. В силу разных причин. Графики, может быть, не всегда совпадают и плотные. Но я всегда с удовольствием, во-первых, вам тоже спасибо большое за книгу. Я наслаждаюсь вашими иллюстрациями, вот эти вот картины замечательные. Спасибо, мне очень отрадно, спасибо. Потому что действительно, честно вам скажу, вообще вот последние вот эти два года со всеми этими событиями меня всегда привлекало искусство. Я с удовольствием всегда посещала объекты искусства и с удовольствием всегда окружала себя этим. Но в последнее время это стало вызывать какие-то совершенно новые эмоции и чувства, наверное, со всеми происходящими событиями, потому что всё вот это, связанное с творением, оно стало понятнее, что ли. То есть смысл всего этого, он стал ближе и очевиднее. И, конечно, вот ваши замечательные картины, которые несут, в прямом смысле, несут свет, несут... На самом деле, в смысле, я совершенно не лукавлю и ни в коем случае... Да, это чувствую, я же это чувствую, спасибо, я очень трогаю. Не пытаюсь просто, так сказать, сделать комплимент, совершенно искренне говорю о том, что... Спасибо, что вы, кстати, всегда их выставляете, и когда ваши ролики выходят, помимо того, что всегда приятно слушать вас, всегда приятно видеть какие-то новые, вот эти чудесные образы заваривать. Кстати, очень интересно, знаете, я читала комментарии, уж раз мы о ваших картинах заговорили, я себе тоже позволю прокомментировать, когда вы выставили на конкурс, на название, да, картины. Так, кстати, хочу сказать, вот ту фразу, которую вы написали, она пришлась по душе. Я, честно говоря, вас перебил именно поэтому, потому что я вас хочу поздравить, потому что, по всей видимости, вы будете тем человеком, который выигрывает этот конкурс. Да-да-да, а нам осталось всего недельку там, они сейчас допишут ещё, кто хочет свои предложения. Ну да, но сердечный разговор – это серьёзно. Это сильно, и поэтому и отметили там, многие отметили. Да, но это действительно мне, вот это то, что я увидела в этой картине, я как раз об этом хотела сказать. Мне было очень интересно читать разные комментарии и читать разные рассуждения людей, да, не только о названии, о том, что кто что там видит. Я хочу сказать, что вообще любое творчество, да, но и особенно вот ваши картины, они всегда отражают на самом деле наше состояние, да. Кстати, это касается не только творчества, это касается и наших с вами книг, да, которые мы пишем, и любой художественной литературы, это касается и фильмов. Ну, в картинах, наверное, это появляется сильнее. Люди видят всегда своё отражение, отражение своего внутреннего состояния, своего внутреннего мира. И тем искусством, в общем, прекрасно. Потому что всегда, когда люди видят что-то такое тёмное, мрачное, какое-то лукавое, даже я такое удивилась, так было удивительно, но это, в общем, хороший такой своего рода тест, который позволяет человеку заглянуть вглубь себя и понять, что с ним, наверное, на этом этапе так или не так происходит. Или, наоборот, осознать, что, господи, какое счастье, я нахожусь в гармонии с этим замечательным миром. Потому что, мне кажется, в ваших картинах, кроме света и гармонии, как я уже сказала, да, и вот этой глубины какого-то счастья, да, настоящего такого человеческого во всех, во многих его проявлениях, мне кажется, увидеть сложно. Ну, очень интересно, насколько действительно по-разному люди это воспринимают, насколько мы действительно можем говорить о том, что, в принципе, мир этот, да, вот он нам, да, на блюдечке с голубой каёмочкой, в первую очередь для того, чтобы его наблюдать. Хороший наблюдатель, вот я всегда говорю, активный наблюдатель, это тот, кто по-настоящему может познать этот мир и познать себя в этом мире. В общем, я радуюсь за то, чтобы и наука настоящая, она тоже была наблюдательной. И мы вот сейчас как раз вот с группой товарищей, вот вы меня спросили, о чём моя книга, мы создали группу, международную группу учёных, где мы обсуждаем как раз то, что на сегодняшний день, то, что происходит. И вот моя книга, она во многом об этом, да, о неэтичности различных медицинских экспериментов, о неэтичности науки, о том, насколько, с примерами, конечно же, с задокументированными примерами, о том, почему вообще оказались в ситуации, когда вообще может идти разговор о том, чтобы одни люди могли контролировать других, о том, чтобы вообще понятия такие, как евгеник, тоталитаризм, диспатизм и так далее, вообще возникли в наших реалиях. Это вот как раз от незрелости, я думаю, человеческой, от неспособности быть вот таким зрелым, активным наблюдателем и от необходимости, желания влезть, да, внедриться. Вот этот вот инвазивный подход, который сегодняшняя так называемая наука предлагает, он, несомненно, и создаёт, в общем, вот этих вот, скажем, создаёт этих монстров, да, противовес, которым вот, например, ваши картины, которые уравновешивают каким-то образом вот этот вот очень тёмный мир. Ну и книга, конечно же, она не занимается только перечислением вот этих вот аспектов. Конечно, очень много примеров мне пришлось привести просто для того, чтобы люди понимали на самом деле, что когда мы говорим о так называемой науке, апеллируем к ней и так далее, чтобы было понятно вообще, что такое сегодняшняя наука, откуда она выросла, из чего, чем она на сегодняшний день занимается, и этично ли, имеем ли мы вообще право считать её в таком виде наукой, имеем ли мы право так продолжать вот этому всему позволять происходить. И, конечно же, есть и, кстати говоря, там полностью переведённый отчёт фонда Рокфеллеров 2010 года с моими небольшими комментариями, то есть люди могут наконец-то с ним ознакомиться непосредственно, без всяких слухов, да, ни на английском языке, потому что не все владеют языком, и есть возможность прочитать его в оригинале, ужаснуться кому-то, кому-то восхититься степени вообще, я бы сказала так, наглости авторов этого произведения, которые считают, что они могут себе позволить вот такие планы создавать, да. Ну и в этой же книге, надеюсь, есть и ответы на те вопросы, которые вот люди тоже часто задают, а что же делать? Вот как раз вот о том, о чём я говорю неоднократно. Я даже позволила себе поднести туда свою декларацию человека, вот о которой мы с вами как-то говорили уже, которую, чтобы люди могли вот ознакомиться и посмотреть на, скажем, я её не предлагаю как некое, абсолютное решение, боже упаси, это только мой взгляд. Но заставить людей задуматься, да, вот о том, что вообще мы всё время говорим о правах человека, да, о каких-то, а что такое сам человек, да, вот о человеке мы говорим в последнее время очень мало. И как правило, с точки зрения именно объекта, да, который там может быть залечен или разобран, или рассмотрен, или проанализирован и так далее. Но мы почти не говорим о человеке просто как о человеке. И вот этот тоже момент мне хотелось адресовать, и я надеюсь, мне это вообще не удалось. Поэтому читайте. К сожалению, пока книгу можно только либо заказать в редакции «Книжный день». У меня у самого ещё пока нет не единственной копии моей собственной книги. Я только вот, мне присылают фотографии из магазина, что она стоит там на полках. Вы её можете показать всем сейчас? Можете показать фотографию или что-то? Фотографию или название скажите чётко так, чтобы я хочу, чтобы все узнали. Да-да. Книга называется «Показать сейчас не могу», потому что я, честно говоря, не была готова показать. Она у меня тоже только в телефоне, да. Но у меня есть, во-первых, на моём канале Всеведа фотографии, в Инстаграме, в аккаунте я выкладывала. Название достаточно простое. «Пикник на обочине дивного нового мира». Как вот если люди… Я уверена, что у вас очень эрудирована, грамотная аудитория, как, в принципе, и у меня. Это всегда очень приятно в большинстве своём. Я уверена, что люди услышали, что эта компиляция, в принципе, двух совершенно противоположных произведений. Произведения против Стругацких, «Пикник на обочине» и часть названия романа Уолдаса Хаксли «Дивный новый мир». Собственно говоря, вот целый. «Дивный новый мир» — это книга. Те, кто не читал, я очень рекомендую. А если… Тоже прекрасно был снят фильм. Я вот рекомендую фильм, который снят с Питером Галлахаром. Он, наверное, наиболее ярко и, так сказать, точно отражает, визуально, да, визуализирует вот этот вот мир, который Хаксли описал и предлагал. Это вот тот абсолютно деградировавший нравственно-социально-образовательно-мир, ну, который, в общем, выглядит как совершенно прилизанный, да, совершенно идеальный, где все поделены на касты, где все поделены на группы, и все считают, каждый считает, что он знает свое место. И в то же время глубоко несчастный, на самом деле, мир, как это всегда бывает, когда люди не живут своей жизнью. Пикник на обочине, вот по нему был прекрасный фильм Тарковского снят. Тоже те, кто не видел, это больше, наверное, молодого поколения касается, да, я думаю, что старшее поколение все этот прекрасный фильм видели и книгу читали. Я уверена, что вы не будете разочарованы ни в первом, ни в втором. Прекрасные совершенно диалоги, те, кто еще, так сказать, не познакомился с этим произведением, и я буквально, вы помните, совсем недавно был юбилей Тарковского и был посвящен просмотру вот фильмов. И меня заново, да, вот как бы пересматривая этот фильм, меня поразили некоторые диалоги, насколько они замечательно отражают вот этот вот сюжет, когда, значит, вот это вот состояние, да, к которому люди приходят, в результате вот этих вот процессов, попытки что-то менять, контролировать и так далее, да. И в моей книге каждая глава предваряется цитатой из этой потрясающей совершенно книги, с моей точки зрения, это книг на обочине. Поэтому, в общем, и получилась компиляция. Хотя редакция уговаривала, у меня взять что-нибудь по типу там планов мирового правительства и так далее, но я настояла все-таки на том, чтобы сохранить свое название и посмотрим, насколько оно найдет отклик. А мне интересно так, чисто если заглянуть в творческую кухню вашу, например, сколько вы ее писали? Ой, на самом деле, если совсем вот брать, так сказать, в масштабе времени, то можно сказать, что эта книга результат, наверное, десятилетней работы. Я так чувствую. При том, что предложили мне ее написать, там есть, в общем, достаточно давние, включены какие-то мои публицистические статьи, есть вот и выдержки текущей, какие-то вот новые мои исследования и анализ. Редакция канала День ТВ, непосредственно Дионис Каптарь, с которыми мы обычно записываем вот эти вот для канала передачи, они предложили мне, собственно, написать эту книгу, потому что книгу меня просили написать давно, честно вам скажу, самые разные люди, но мне, я понимала, насколько это большой труд, я понимаю, насколько вот вы, так сказать, сколько усилий было приложено, и я понимала, что вот мне для этого нужно как-то собраться, может быть, какая-то поддержка, как женщине прежде всего, наверное, да, все-таки мужская сила и женская сила, это две большие разницы, да, женская сила, она всегда мягкая, она всегда ведомая, и всегда нужна какая-то опора и поддержка, какое-то направление, и вот когда я получила вот этот вот, так сказать, запал в поддержке именно со стороны редакции, я пошла очень на все эти условия, именно потому что я понимала, что это будет самое вот такое эффективное решение для меня, с одной стороны, все-таки выпустить книгу, да, с другой стороны, отдать вот пальму первенства именно редакции, и меня это совершенно не смущает, потому что таким образом я действительно смогла выпустить, наконец, свет, собрав уедино вот этот вот результат многолетнего исследования, труда, и так... А можно я один вопрос задам еще? Конечно, задавайте. Меня, честно, по-человечески интересует, вот я тоже знаю много людей, которые в Америке работали и в разных местах, и вот с теми проблемами были связаны как-то. Вот мне интересно, вот вы такую логику, такую трезвую логику, прекрасную, блестящую логику, откуда вы ее? Потому как вы просто там были в контакте с этой информацией, читали больше, были там в департаменте здравоохранения, ну, как-то вам были ближе, как бы, компетенции вот эти вот, которые вы читали там и прочее. Или все же это от природы у вас? Потому что, я вот удивляюсь, потому что, я знаю некоторых людей, которые и там работали, и здесь работали, но у них такой логики нету чудесной, вот как-то нету. Вот меня интересно по-человечески, откуда она у вас, что вы среди массива информации все-таки чувствуете, где лежит истина. Вот это мне хочется понять. Это же не научишься чисто количеством какой-то информации. Во-первых, спасибо большое за такую высокую оценку. Мне очень приятно, что вот именно от вас такое восприятие, скажем так, моей, мои способности видеть. Да, ну, вот вы сказали, от природы или от Бога. Конечно же, этому не научишься, несомненно. Но я абсолютно убеждена, что Затепин, по-моему, сказал, да, все мы родом из детства, не буду сейчас врать, кто точно сказал, но мы знаем эту фразу. Я, в общем, выросла в такой семье. У меня, вот, прежде всего, дедушка мой по маминой вот линии, они сибиряки, и бабушка, и дедушка, они вели дневники всегда. И на самые разные темы. Спектр интересов был широчайший. Я в детстве приезжая, вот, навестить их, они жили в своем доме, и, кстати говоря, очень интересно было бабушка, у бабушки был свой сад, шестеро детей, они поменяли квартиру на дом в свое время, потому что это был единственный способ прокормить. Дедушка был учитель немецкого языка, а бабушка, соответственно, была мать-героиня, но дома она только в 60 лет выучилась, на гистолога, кстати говоря, вот тоже, да, то есть, говорит о том, что человек в любом возрасте может при желании получить любое образование. Но при этом они были оба очень глубоко образованы именно вот с точки зрения вот этого широкого восприятия. Я считаю, что это оказало на меня тоже колоссальное влияние, потому что я видела вот этот вот целостный подход, да, они не рассматривали никакой аспект отдельно, особенно дедушка. Все, вот было все в каком-то контексте мироздания. И я думаю, что это в детстве мне было страшно интересно. Дедушка собирал какие-то вырезки, делал записи, он переписывался с главным графологом Советского Союза про почерка, у него были отдельные, при том, что он был абсолютным логиком, и он, кстати, все время был комендантом. Если помните, был такой язык аспиранта, и у нас проходил конгресс. Да, да, я помню. Он был комендантом этого конгресса в Советском Союзе, и он собирал, вел тоже и переписку, и собирал различные, так сказать, данные, и в связи с этим он интересовался всем, и физиогномикой, и хиромантией, и бабушка, например, вот я про сад упомянула, у нее всегда сад буйным цветом, вне зависимости соседи говорили там дождение, урожай, еще что-то, у нее всегда все росло. Она по лунному календарю вела, сажала рассады, высаживала эти рассады, поливала, ухаживала и так далее, и я понимала, что вот этот вот, что, во-первых, ничто нельзя отметать, ничто нельзя назвать лжезнанием или псевдонаукой без того, чтобы не погрузиться в изучение вот этих процессов и не понять. И вот этот вот, наверное, целостный, как я уже сказала, целостный подход, вот это умение охватить их умения. У них, наверное, тоже от кого-то, я не знаю, но вот я делюсь своим. И родители мои были достаточно, я считаю, мудрые люди, они тоже умели, просто они, естественно, были уже более заняты и работой, немножко другой, пожили в Ленинграде, с сестрой родились и жили в городе, там другой ритм жизни, другой совершенно, как сказать, и время было другое, скорость бытия была выше намного. У них не было, может быть, такой возможности заниматься так вот системно, каким-то изучением, познанием разных аспектов, но они все равно были невероятно любознательные люди. и у нас вся квартира была, собственно говоря, можно сказать, библиотека, потому что везде, где только можно было разместить, были размещены книги, книг было больше всего остального, это я могу точно совершенно сказать, это я хорошо помню, и мне все время не хватало книг прочитать, я читала, 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 и могу, вот вы говорите, когда я приехала в Америку, у меня было ощущение, что я страну эту уже знаю, знаю во многом, потому что я в свое время очень много перечитала литературы и различной исторической, и художественной, и вот это вот понимание какой-то вот, так сказать, культуры, оно уже было, и я думаю, что это сэкономило мне очень много времени на то, чтобы погрузиться, да, как говорят люди, происходит культурный шок, он все равно происходит, когда ты приезжаешь в чужую культуру и начинаешь там жить, потому что какие-то текущие нюансы, использование сленга, особенно вот я приехала и закончила специализированную английскую школу, мне казалось, что, ну я же еду с прекрасным языком, оказалось, что совсем не с таким прекрасным, потому что нас учили то, что называется British English, и все время работали над нашим британским произношением, оказалось, что произношение, которое нам пытались исправить в Америке, ну вот о всяком случае на западном побережье, оно самое правильное, то есть вот такие вот нюансы, но они не настолько были важны, не настолько были глубоки, чтобы отнять внимание мое, да, вот отнять время от того, чтобы сфокусироваться на других главных аспектах, и уже имея вот такой системный подход, да, и плюс еще, конечно, уже на тот момент у меня уже было законченное медицинское образование, мы с вами знаем, что советское медицинское образование, оно действительно было одно из лучших в мире, у нас был фундаментально системно целостный подход, вот поправьте меня, если я неправильно это сказала, да, помните, первые два-три курса мы изучали фундаментальные науки, изучали глубоко, в дальнейшем, когда уже шли циклы, да, мы учились вот эти вот знания, это было прикладное знание, мы учились применять, конечно, не все воспринимали это так, да, кто-то радовался, что, слава богу, первые там, вот эти вот самые, как многие говорили, ну, на кой черт не гистология, я там собираюсь быть оперирующим хирургом, или зачем мне вот это вот, я никогда это так не воспринимала, и я думаю, что вот эта вот постоянная способность, да, и желание воспринимать все целиком, в контексте, вот я до сих пор всегда говорю, если вы хотите понимать происходящее, постарайтесь сделать шаг назад и посмотреть на картину целиком, да, да, в контексте, тогда вы увидите намного больше, это касается, в принципе, любого аспекта нашей жизни, и даже на... Чтобы это сделать, надо что? Чтобы это сделать, надо... Чтобы это сделать, надо что? Это какое-то вот инстинктивное чувство истины, вот инстинкт, как слух у музыканта, вот это и должно быть, если у человека это сбит компаса, у вас он есть, я же чувствую по вас, я не просто лечу там или что-то, я просто очень горжусь тем, что мы дружим, и я хочу понять, и вот среди вот этого турбулентного состояния, которое сегодня в обществе и которое вообще во всем мире, ваша интуиция что подсказывает, мы успеем сделать так, чтобы человечество выжило, или все превратятся непонятно во что? Ну, мы уже это обсуждали и с вами, и я, в общем, на этот вопрос отвечала неоднократно. Я, во-первых, думаю, что жизнь циклична, просто она выходит на разные витки, и по-разному вот эти вот так называемые апокалипсисы проявляются, да? Я думаю, что у каждого поколения, я тоже вот это повторюсь, у каждого поколения и даже у каждого человека свой собственный апокалипсис, в котором мы проживаем. И я вот, во-первых, я не сомневаюсь, что человечество никуда не денется, но будет продолжать свое существование. Я уже говорила о том, что мы, может быть, даже этого не осознавали и не видели, да? Но я думаю, что общество и раньше распадалось, как бы, да? Разделялось, когда происходили вот эти критические моменты. Если мы возьмем сто лет назад, например, посмотрим, они проживали такой же опыт, просто мы тогда этого не могли осознать, у нас не было собственного примера, да? Мы какие-то, во-первых, мы все отрывочно воспринимали. Отдельно революция, отдельно гражданская война, но мы, может быть, в большей степени это соединяли, да? Потому что гражданская война следовала там за революцией, которая следовала за Первой мировой войной, которой предшествовали там еще какие-то события. Но вот мы, например, отделяли электрификацию, да? То есть вот эти вот мировые выставки, которые происходили технические, да? Это какое-то было для меня, например, отдельное событие. Только сейчас, вот изучая этот вопрос подробный, в контексте сегодняшних событий, я понимаю, что электрификация для человечества на том этапе была то же самое, что цифровизация для нас сегодня. И мы живем, мы не можем себе вообразить жизнь без электричества, да? Но я оборачиваюсь, да, вот я смотрю вокруг, и я понимаю, что оказывается, есть люди, которые живут без электричества и не отдельно взятые, да? Я не говорю сейчас про наш какой-то очень такой экстремальный пример, который все приводят. Вот Агафьи, не помню фамилию, астроверы, которые ушли, да? Это очень прям экстремальный, совершенно такой терминальный, я бы сказала, пример, который не привел к дальнейшему развитию. Но вот есть, например, Амиши, я их всегда привожу в пример, как замечательный образец того, как можно не участвовать в никаких индустриальных технических революциях, отказаться от этого аспекта и взять свой курс на развитие. В Америке это движение, вот в Северной Америке, я имею в виду, не только в США, оно очень развитое. Это люди, ну, их считают, даже не считают, я считаю, что это довязанное название, пытаются их там обозвать сектой и так далее. Конечно же, никаких признаков секты нет, они никого не пытаются завербовать, они не придерживаются никакой какой-то конкретной идеологии, они просто не приняли никакой электрификации, они живут без электричества, они не ездят на машинах, они пользуются до сих пор телебрами с лошадьми и так далее, но при этом они процветают. И на сегодняшний день американское, канадское сообщество, которые лишены во многом нормального доступа к органическим продуктам, к органическим тканям, они с удовольствием, если знают, где они находятся, ездят камешем и покупают у них прекрасную молочную продукцию, они до сих пор сохранили секреты пьес-печения хлеба, всяких вот таких, которые хранятся не плесневее, да, и особо не черствее долгое время. Мы сегодня, кто может похвастаться тем, что можно найти такой хлеб так легко. Они производят собственные ткани, лен, шерсть, хлопок, то есть они работают с крапивой, с коноплей, производят вот эти вот натуральные ткани, используют натуральные процессы окрашивания, то есть они прекрасно существуют себе, и все это делается вручную, все это делается без каких-то использования каких-то там современных методов, технологий, мы говорим, вот мы не можем прожить. А они могут, они могут, они продолжают освещать и отапливать свои дома и строить свои дома, применяя вот старинные методы, да, и при этом прекрасные у них и надежные строения, и у них прекрасные возможности. Вот, просто они сохранили это знание, да, потому что они не оперлись на вот эти новые костыли электрификации. Я не призываю сейчас всех бросить, потому что мы уже не знаем как. Но почему они отказались? Потому что они понимали, что вот эта так называемая испанка, которая была, конечно же, никакая не испанка, а последствия первую очередь именно вот той самой электрификации, да, они понимали, что это будет какая цена для здоровья прежде всего. Люди начали болеть, когда начали включать электричество, потому что их организмы на тот момент, мы уже родились и выросли в этом, да, мы уже подвержены. Ну, какую цену мы платим за вот эти удобства? Мы платим цену аллергиями, так называемыми аутоиммунными заболеваниями, онкологией, нарушением эндокринного функционирования нормального и так далее. Да, факторов других еще очень много, вот как раз возвращаясь к так называемой науке, достижениям науки, да, но электрификация сыграла в этом колоссальнейшую роль. На сегодняшнем этапе четвертая индустриальная революция предлагает нам следующий этап перехода вот это тут нового воздействия электромагнитных полей, это 5G так называемый, да, в Китае уже даже 6G они тестируют. И, разумеется, это те, кто, так сказать, примут это и те, кто, вот, скажем так, в это войдут, это будет, они тоже будут продолжать жить, они заплатят это еще какой-то новой ценой, мы не знаем, какие им возникнут новые заболевания, собственно, мы уже видим, да, какие-то новые реакции организма, там, где тестируются эти системы или включаются на вот эти вот процессы. Мы уже обсуждали, я рассказывала, да, что я это говорю не голословно, потому что у меня есть опыт, два с половиной года мы проводили вот исследования на кафедре нейроферогии военной медицинской академии, вот когда еще был жив академик Илько, и вот воздействие электромагнитных полей на организм, собственно говоря, собственное поле каждого органа и организма в целом, это, в общем, достаточно хорошо изученные процессы, и, естественно, любое вот такое внешнее серьезное вмешательство, оно не может не отражаться, но это не значит, что мы должны взять и принять, мы можем тоже, я думаю, что такое произойдет, я думаю, что какая-то часть все равно открепится и не захочет погружаться в этот новый, вот этот дивный цифровой мир виртуальный, с метавселенными, с какими-то новыми технологиями, не захочет погружаться в агломерации, смотрите, уже огромное количество людей сегодня пытаются выбраться из города или даже живя в городе, пытаются переосмыслить, пересмотреть свою жизнь, сфокусироваться на каких-то других аспектах, я вот поражена, насколько сегодня много людей вдруг открывают себе какие-то таланты, да, вот вы, например, рисуете картины, я вот вижу, я даже не знала, сколько вообще талантов, в инстаграм, когда заходишь, открываешь у людей аккаунты и бисероплетения, и какие-то вышивки камнями полудрагоценными различными, и какие-то картины люди создают бог знает из чего, и такие мастера, которые там делают какую-то мебель, и это люди делают настолько мастерски, настолько классно, ты смотришь, и ты понимаешь, что вот просто вот и это, и это, и это, бери, создавай музеи и выкладывай, да, потому что это удивительное творение, которое люди сегодня вдруг начали создавать в каком-то невероятном объеме, в каком-то невероятном количестве, и я думаю, что это и происходит именно потому, что не все готовы, да, чтобы их утянули, и в этом, я думаю, что и заключается вот этот некий апокалипсис, когда ты оказываешься вот, можно сказать, перед судом божьим, и ты, я имею в виду, вот земной человеческий апокалипсис, и ты должен сделать этот выбор, и он очень трудный часто этот выбор, когда тебе, ты думаешь, а как вот, я же привык там, что нас приучили, дом, работа, работа, дом, вот этот вот график, как белка в плесе, и вдруг люди берут и выходят из этого, да, и фокусируются на вот этом вот процессе создедания, творения. Они находят там себя и находят, и оказывается, становятся очень счастливыми, и оказывается, что можно жить по-другому, да, что вот это все было ложное и наносное. Но это нужно, вот как вы правильно представляете, нужен определенный нравственный компас, человек должен до этого дозреть состояние. Но не все хотят и не все готовы, и многие, я не думаю, что это будет конец человечества, я просто думаю, что это будет новый виток так называемого развития, потому что, конечно же, это не развитие, это деградация. Но мне кажется, что чем ниже падает та часть человечества, тем всегда же во всем должен быть баланс. Тем, мне кажется, выше и шире развивается другой полюс человечества. Это верно, есть только один тонкий момент, наверное, тут не один только, но самый важный момент тонкий – это свежий воздух, чистая вода, кроме человеческих отношений, человеческих. И еще выживаемость человека, то есть, если у человека нету минимума для физиологического проживания, если у него нету крыши над головой, чистой воды, которую он пьет, при любых переменах он может не выжить. Вот здесь самые тонкие моменты, потому что, да, предлагают или идти вместе со всеми, непонятно пока куда, или отделиться там отдельно и сохраниться. Ну, разные варианты могут быть. Ну, когда говорят сейчас, вот, вы знаете, вот это такой мир, который сейчас меняется и останутся только хорошие, это кто-то придумал такую идею, может быть, это наша надежда, и каждый себя считает хорошим при этом. А все останутся только хорошие, и эгоисты все, и те, которые не могли справиться, они вроде бы как уйдут, и это очищение происходит, якобы. На самом деле, вот эта вот ситуация, когда добро побеждает, оно стратегически, конечно, всегда побеждает добро, а зло вот тактически может побеждать на какой-то ситуации. Но люди-то конкретные, они же конкретно живут, у них же не тысячи лет в запасе. И поэтому, видимо, эта вся турбуленция происходит. Я абсолютно согласен с тем, что каждая техническая революция, техническая, научно-техническая, она, освоение новых форм энергии, она дает новое понимание вещей и конфликтность, большую, выживаемость. И я думаю, что в конечном счете люди придут к освоению от механической, там электрической, потом атомной, потом вот сейчас цифровая, потом придут к самой высшей из энергии, энергии стресса, осваивать энергию стресса, потому что это вечный возобновляемый источник энергии. И люди потом в конечном счете к этому уже и придут, потому что пока они не научатся вот эту вот энергию самого большого такого мощного генератора, который производится в человеке за счет очень больших потенциалов и несоответствия, вечного конфликта человека с самим собой и с окружающим миром. И он будет когда-то, через тысячи лет, может быть, осваивать эту энергию. Пока сегодня вот эти вот йоги и другие вот всякие направления, люди в школе не обучаются этому. Это отдано как бы человеку для саморазвития. Кто хочет, этим занимается, кто хочет, не занимается, но такой четкой там учебной программы нету и быть-то не может, потому что для этого нужна действительно такие рекомендации отработанные, чтобы они были такие надежные и такие педагоги должны быть с душой и с пониманием. Поэтому это, видимо, на откуп отдано. Сейчас многие, конечно, этим тоже занимаются и, конечно, интернет помогает многим получить то, чего они раньше не могли ни по времени, ни по каким возможностям. Я почему об этом говорю? Потому что мне хочется понять, как нормальным людям соединиться сильнее. Потому что с одной стороны вроде бы все контакты есть, а с другой стороны контактов нету. Это иллюзия такая, что можно с любым человеком поговорить. Это иллюзия. Это тоже требует больших усилий, чтобы как-то пробиться, прорваться, чтобы тебя услышали, узнали, чтобы ты мог поговорить, задать вопросы. Это очень сложный механизм. Как вот этот решить вопрос? Потому что все вроде бы у человека есть, контакта нет. Если бы люди могли между собой вот так общаться, они бы больше сделали. Но как это сделать, чтобы они могли общаться, если их как раз и всех поделили. Ну, смотрите, я думаю, что это на самом деле не один вопрос, а это вопрос вопросов. Набор вопросов на самом деле в одном вопросе, потому что я прям слушала вас и сразу думала, вот этот аспект, вот этот, вот этот, вот этот. Это еще не на одну беседу нам с вами на самом деле, но я вот скажу несколько ключевых моментов, которые, я думаю, важны. Во-первых, я считаю, что мир очень засорен. Это одна из основных причин. Поделили-то нас не каким-то там, знаете, вот взяли, там, разорвали, разделили, и вот мы поделены. Мы поделены прежде всего вот как раз так называемыми продуктами вот этих индустриальных революций. Мы разделены, смотрите, люди вроде сегодня теснее живут, не в домах, как раньше в деревнях жили общинами, а вот в этих человенниках, как мы это называем, которые понастроили, и там вроде много, вот берешь дом, тысячи квартир, много подъездов или парадных, много этажей, вот, пожалуйста, бери, общайся, казалось бы, и никто никого не знает, даже в одном, в одной парадной, в одном подъезде. Просто люди не знакомы. Вот они ходят каждый день, хорошо, если они здороваются, если здрасте умудряются друг другу сказать. А такое же бывает сплошь и рядом, когда даже толком люди не знают вообще, кто, где, чего, как, и никакого вот этого контакта не происходит. Из-за чего это происходит? Из-за того, что, как я уже сказала, мир загрязнен, в прямом смысле, он загрязнен информацией. люди сегодня ищут ответов в СМИ очень часто. Они приходят, и вот там они ищут контакты, общения пенсионера с телевизором, разговаривают, там, молодые с тиктоком. Даже не обязательно, им даже не надо, вот как вот мы, например, с вами, мы имеем возможность хотя бы действительно обмениваться, да, мыслями, какой-то происходит диалог. Людям даже не нужна вот эта вот обратная связь. Они, не то чтобы даже не нужна, они не приучены, она им нужна обязательно, потому что без этого человек не может существовать, как вы правильно сказали, он не может развиваться, и он болеет, кстати говоря, от этого, потому что не происходит вот этого вот прямого контакта, не происходит вот этого обмена. Мы загрязнены избытком совершенно ненужных каких-то вещей. Мир загрязнен огромным количеством, а теперь еще вот эти вот виртуальные так называемые вселенные. То есть это все, что начинает заполнять пространство, заполняет оно пространство между живыми людьми. И почему людей все время тянет вернуться к Земле, да, вот мы говорим, многие там хотят вернуться к Земле, людей тянет к природе. Потому что только в естественном биоценузе есть возможность у людей общаться без вот этих вот помех. А помехи, между прочим, еще и вот мы заговорили с вами про информационный шум, да, про СМИ различные, помехи-то еще информационные. У людей искажено мировоззрение, мировосприятие вот этими новыми всеми потоками информации. Потому что то, что льется в эфир, да, мы же понимаем, что ну, есть различные там версии, наверняка, точно тоже с этим знакомы, что таблица Менделеева не полная, что эфир вообще было это вещество и так далее. Но мы действительно используем понятие эфир. Говорим, вышли в эфир или произошли изменения в эфире, атмосферные изменения и те с эфиром связанные, мы говорим, да, и так далее. Значит, откуда-то это понятие взялось. Оно не случайно. И чем бы это ни было, но это все равно некая ткань, да, она может быть вполне себе метафизическая, а может быть, она все-таки действительно вполне себе, так сказать, ощутимая, и ее можно изучить и измерить какие-то ее параметры и так далее в некоторой степени, да, мы все время претендуем на то, что мы что-то знаем про природу, но мы про нее ничего не знаем на самом деле. Почему я говорю, что нам бы научиться наблюдать вначале. А мы загрязняем вот этот эфир, мы даже находясь в одном часто помещении с людьми, мы живем, проживаем разные жизни и находимся в разных реальностях и не слышим друг друга, не происходит вот этого диалога. То есть даже когда люди находятся вместе и объединены, это совершенно не значит, что у них существует некое единение. Я всегда разделяю эти понятия. Да. А единение, согласитесь, оно базируется на нравственных основах, на нравственном компасе. Людей должно объединять не какая-то идея внешняя, а вот это единое нравственное начало, которое происходит из корней. А с корнями у нас плохо. Мироощущение. Мироощущение, да. Но мироощущение, оно же произрастает и из понимания не только своей, так сказать, божественной человеческой природы, но из понимания и знания своего рода, своей семьи, при всем моем глубоком, не то, что даже уважении, но моей благодарности, ну, конечно, в первую очередь своим родителям, но и той системе, наверное, советской, которая дала нам прекрасное образование. У нас были там огромное количество детей вообще там различных развивающих бесплатных или там за небольшие какие-то деньги совершенно возможностей для того, чтобы мы могли развиться всесторонне, да, бесплатная медицина вполне себе приличная большей частью. Огромное количество действительно позитивных моментов, но мы же должны понимать вообще основу, да, формирования Советского Союза, что происходило на заре, да, формирования этого государства, вырубания корней и подрубания. И это одна из причин, почему, я считаю, и как я уже говорила об этом, страна развалилась, потому что без корней вот такой дуб в том числе, он не может устоять. И мы, каждый из нас, когда начинаешь, вот, я много консультирую, там, общаюсь с людьми, и я понимаю, что очень часто основные проблемы, основная причина, она вот в неукорененности. внеукорененности. И от этого мы не можем друг друга слышать. Мы как перекатит поле, и у нас вот этот контакт, он на уровне корневой системы прежде всего должен происходить. Мы в одной почве должны сидеть. По моему представлению, Россия между ментальными системами Запада и Востока, и поэтому переписывают каждый раз историю заново. То идет под трендом духовных ценностей, и то по материальных ценностей. Это судьба такая. Потому что, мне так кажется, потому что иначе это не понять. Не понять, почему все время переписывается история. Ну, постоянно. Я вчера смотрел, там кто-то уже пишет, что Петр I оказывается был подмененным человеком, что это был не Петр I, а совсем другой человек. потом то же самое можно прочитать уже про другого там какого-то человека. Оказывается, мы своей истории вообще не знаем. Не знаем. Да. Петру большие вопросы. И поэтому то, что вы сказали, это прямо в точку, но просто весь вопрос в том, почему это происходит. И узнав этот механизм, может быть, можно было бы его регулировать. Но пока никто не знает, почему это так происходит. Может, и в Америке все время историю переписывают, может, и в Индии переписывают, может быть, там и в любой стране переписывают, я не знаю. Нет, я думаю, что так сильно может быть, вот как у нас действительно я думаю, что вы правы, в такой мере, конечно, вся история фальшива. И вот те же самые американцы, они все время там, я не говорю сейчас про, может быть, молодежь, и даже, собственно говоря, поколение там среднее 30-40 лет, они уже в меньшей степени. Ну, тоже зависит, так сказать, от социального класса и так далее. Но вот старшее поколение, там люди всегда смешно слушать, когда про американцы говорят, ну, тупые. Ну, это, говорят обычно, люди сами не очень далекие, которые по другую культуру мощную, можно так сказать, когда ты сомнимешь никакой. Когда ты понимаешь, что люди тоже очень развитые, и они стоят на каких-то своих позициях, исходят из каких-то тоже своего какого-то мировоззрения. И, кстати говоря, на удивление, но между нами и теми же американцами можно провести очень много параллелей. И с точки зрения ... Нормальные люди все одинаковые. А? Нормальные люди все одинаковые. Абсолютно, да, абсолютно. Я с вами совершенно солидарна. Мне папа тоже всегда говорил, что люди, обычные люди нормальные, они всегда одинаковые. И я совершенно с вами согласна. Люди есть люди. И, опять же, вот мера человека, мера человека, я считаю, определяется именно вот его нравственным началом. Да. И огромное количество, я считаю, в любой культуре и в любой стране людей достаточно нравственных, которые, даже если они этого, может быть, не могут сформулировать или осознать, но они вот просто так живут по вот этой нравственной мере. и, естественно, тоже хотят что-то такое понять, да, про себя, хотя у них больше, так сказать, корневая система, чем у нас, в силу того, что мы не берем вот класс эмигрантов, которые очень часто уезжая, переезжая, обрубают, да, но есть такие, которые, вот я, например, знала там семьи из Шотландии, да, они ездят каждый год в Шотландию, они знают там все могилы своих предков, они там общаются с другими частями семьи, которые там уже семьей сложно назвать, потому что там десятая вода на киселе и так далее. И, конечно, в этом смысле у них корневая система побольше, но они тоже осознают и понимают, что очень много лжи именно вот в историческом контексте и приводят тоже какие-то доводы и копают, и, кстати, их очень интересует история России, невероятно. они понимают точно так же, что вот, может быть, вот именно вот это вот, как сказать, что вокруг России не зря такая определенная возня происходит, что здесь, может быть, зарыта тоже какая-то некая, не знаю, там, тайна-нетайна, но нечто, вот сейчас вообще это очень мысль популярна на Западе, но в Штатах особенно, что в России кроется некое решение для спасения человечества. Прямо сейчас это очень распространенная мысль и несмотря на всяческую пропаганду... Это у нас так или это везде так, такое ощущение? И в Америке, и в Индии... Я говорю, что очень много людей на Западе... Извините, ради Бога, буквально секундочку. Алло. Ради Бога, простите меня великодушно еще через полчаса, ладно? Извините. Ну, и мы тоже будем с вами скоро закругляться, чтобы не слишком потомлять наши... Вы ждите, да. Нет, я вот говорю как раз о том, что сейчас на Западе, да, мне много приходится общаться с западными коллегами, и я подписана там на разные каналы, просто чтобы понимать, какая вообще общая тенденция, есть просто целый пласт людей на Западе и в Северной Америке, которые абсолютно убеждены в том, что некое спасение, да, вот люди, которые понимают, что то, что сейчас происходит, это навязанная история, и не хотят этой истории, они как-то ждут спасения вот из России. Им кажется, что в России сокрыта некая сакральная сила. Да, да, это я понимаю, я тоже так думаю. Вот они совершенно искренне в это верят и в этом глубоко убеждены. И их привлекает невероятно... Наша... Наши... Меня все время спрашивают, ну что там у вас в России, а как вот это, а как люди реагируют, а как вот... Им кажется, что вот от того, насколько мы сумеем удержаться на плаву, будет зависеть спасение мира. Я согласен. Я тоже думаю. Я не соглашаю. Я тоже так думаю. Главное, что называется, не возгордиться как нации, да, потому что люди часто путают достоинства с гордыней. Вот, кстати, вы говорите о разделении, да, и о том, почему вот судьба России. Я думаю, что именно из-за переписывания истории произошла вот эта вот подмена в том числе и нравственных понятий. И вот это чувство достоинства собственного, да, которое очень важно для человека и которое и сохраняет нас людьми и позволяет нам жить, вот я люблю это слово, не могу его опять не употребить, богоцентрично, это вот чувство собственного достоинства. Но очень часто, как любое качество, да, оно имеет всегда оборотную сторону медали. И когда люди извращают какое-то понятие, оно превращается в негативное. В данном случае это гордыня, да, оборотная сторона медали достоинства. И вот гордыня это страшное вообще дело. И я считаю, что это такой главный бич русского человека. Когда нас заносит вот это горделивое состояние, и мы начинаем терять грань, тогда случаются все основные беды. И я думаю, может быть, между прочим, ответ вот на то, когда перестанут переписывать историю, и когда наконец мы обретем свои основы и вообще вот станем плотным на ноги. Тогда, когда мы сумеем эту гордыню осознать, прежде всего, в себе, преодолеть и подняться. Когда мы осознаем вот то, о чем вы сейчас говорите, чтобы мы не путали именно ощущение некой само, само, самости, с этим вот ложным представлением, чтобы действительно, это очень сложный такой вопрос, но действительно к этому должны прийти люди, иначе ничего не улучшится. Вот, учитывая, что вы уже сказали, что наше время уже подходит, я тоже так это чувствую, этот мужик тоже сейчас будет звонить, вы меня простите, но все же насчет духов. Ну, я два слова скажу, мы обязательно просто тогда с вами встретимся на эту тему отдельно, да, помните, наверное, я упоминала и ранее, и в других каких-то своих интервью говорила о программе КОР, вот, которая направлена на то, чтобы как раз позволить человеку собраться, да, найти свои истоки, стержень, на котором мы держимся, на которой вот это внутреннее, то, что дает нам вот это чувство самости, да, ну и самое, которое делает нас целостными, благодаря которому мы не болеем, благодаря которому мы не падаем, не спотыкаемся, а если и падаем, то легко поднимаемся, продолжаем движение вперед. Вот программа КОР, она направлена на это, на цели, и все время я ее создавала для, ну, по просьбе одной из европейских дипмиссий, это не секрет, собственно говоря, она была для них, но поскольку все-таки автор я, той программы моя, и я ее, в общем, так поняла, что надо ее, пришло время ее переориентировать на, так сказать, массовую аудиторию, а не только на каких-то профессионалов, да, и, кстати говоря, мы, меня приглашали там в школу МВД, мы там опробовали и нам удалось какие-то результаты тоже интересные получить, но достаточно коротко, то есть так интересно через вначале дипломатические, потом какие-то ведомственные структуры, но я думаю, что она, конечно же, должна быть направлена в общем в люди, и основа, скажем так, этой программы, она лежит в том, чтобы помочь человеку достичь вот этого равновесия, не только эмоционального, да, эмоциональное равновесие, мы с вами, как врачи, знаем, что оно во многом зависит от гормонального равновесия, то есть все все равно возвращается к физиологии, все взаимосвязано и все, так сказать, переплетается, а эндокринное здоровье, оно влияет не только на эмоции, да, и на наше вот мироощущение в том числе и мировоззрение, мы знаем, да, в здоровом теле здоровый дух, но эмоции являются и, вот я всегда говорю, неким порталом в различные так называемые измерения, да, потому что все-таки мир многомерен, нобелевскую премию дали за теорию струн, да, за Эмстрингферия, которая вот как раз и говорит о многомерности мира, и здесь можно спорить сколько угодно, потому что в принципе вся наука на сегодняшний день и на вся спорная, гипотетическая, но мы не можем не наблюдать, да, мы все-таки должны обращать внимание на какие-то процессы, которые мы можем через наблюдение подтвердить, да, и мы наблюдаем, вот как мы сказали, как это так, вот люди вроде бы общаются и не слышат друг друга, люди, находясь в похожих совершенно идентичных ситуациях, достигают разных результатов, казалось бы, и так далее и тому подобное, ну, потому что несмотря на то, что мы физически находимся в одном пространстве, мы все-таки находимся вот в этих так называемых разных измерениях и мерностях, никакой эзотерики, абсолютно все физически обосновано, все это, можно так сказать, скажем так, доказать и экспериментально, и эмпирическим путем, и это было сделано многими профессионалами, такими, как вот я его уже упоминала, очень люблю доктора Хокинса, который, вот, американский психиатр в свое время как раз и изучал очень подробно шкалу эмоций и взаимосвязь вот социального благополучия, физического благополучия человека, экономического благополучия человека, и во многом программы базируются вот именно на этом знании тоже, а один из способов, мы знаем, да, что все органы имеют свое волновое излучение, колебания и могут приходить в резонанс с тем или иным, так сказать, другими внешними воздействиями и факторами, поэтому для нас так, например, важна музыка. Та или иная музыка погружает нас в то или иное состояние или, как мы говорим, дает нам крылья или, наоборот, заставляет нас печалиться или радоваться и так далее. Ну, это такие приходящие моменты, то есть мы включили, выключили. Многое дает нам в этом смысле искусство. Вот я смотрю на вашу картину за спиной, да, и даже когда я не смотрю на нее пристально, все равно мое подсознание впитывает, да, вот эти цвета, вот эти вот образы и так далее, и это тоже влияет на мое физиологическое в том числе и психическое состояние, потому что физиология и психика неразрывно связаны. Поэтому я так беспилитно отношусь к психологии, да, и считаю... Я нарисую вам картину, чтобы вы могли об этом еще хорошо сказать. Вот так мне нравится, когда вы об этом говорите. Я потом задам один вопрос в самом конце. Очень, очень такой, такой, такой. Хорошо, хорошо. Ну вот и я закончу свою фразу, если позволите. И когда вот эти вот воздействия происходят, да, человек меняется. Это меняет его физиологическое состояние, а значит это меняет и его поступки через вот эмоциональное состояние, да, мы выборы делаем зачастую именно вот под воздействием каких-то внутренних, да, физиологических зачастую факторов в том числе. Так вот, в этом смысле ароматы, да, мы знаем все эффекты ароматерапии, и я более того, вы подписаны на мой закрытый канал как раз «Духа», где я очень подробно разбираю, привожу абсолютно вот такие неоднократно подтвержденные научные исследования, да, опубликованные в ПАБМЕД и в различных других серьезных источниках, где целые группы ученых изучают воздействие на наше функционирование, на наши физиологические процессы, ну и в первую очередь, конечно, на эндокринную систему различных ароматов. А поскольку, как вы сказали, да, у меня, я уж воспользуюсь, так сказать, вашим и комплиментом, но это действительно так, я неплохо умею координировать вот эти вот, мало иметь знания, да, надо иметь еще и, наверное, какую-то интуицию определенную. Мне неплохо удается подбирать композиции конкретно под конкретного человека, под его нужды, под всю его ситуацию на основании вот консультаций и рождается какая-то парфюмерная композиция, которая нацелена на то, чтобы помочь конкретному человеку обрести вот эту некую целостность, решить какие-то его текущие моменты не на какие-то пять минут, да, потому что ароматы окружают нас и воздействуют на нас какой-то период времени. И вот это вот воздействие, оно такое достаточно не просто безобидное, но и приятное. Я считаю, что вообще целительство должно быть приятным, радостным, радостным. И поэтому вот я так, как сказать, меня привлекает творчество, меня привлекают художественные произведения, меня привлекают книги, духи и наряды красивые, и все, что может радовать все наши чувства, восприятия. они же нам случайно даны, тактильные, понятельные, зрительные и прочее. И вот я считаю, что через воздействие на вот эти чувства мы можем дать человеку много больше, чем через какие-то симптоматические, лекарственные и прочие далеко не безопасные воздействия. Это очевидно, но для этого нужно, чтобы мастер это делал. Конечно, потому что если опять это пустить на шерпотрепу, опять пойдет формализация, но вот это же очень сложно сохранять мастера, сохранять мастера очень сложно. Поэтому я вам напишу картину, если они вам нравятся. Это с точки зрения исследовательской. Я как любознательный и любопытный человек, а вы когда будете на нее иногда, когда вы на нее посмотрите, может быть, раз в месяц, раз в неделю, там, ну, когда посмотрите. Я там в структуре нашего отношения заложу такой импульс, что там будут такие оттенки по моему наитию, чтобы они вас наводили на какие-то композиции, чтобы вы когда эти ароматы создаете, чтобы потом вы мне просто скажете, прав ли я в том, что настолько уж можно на тонком уровне общаться с людьми, чтобы друг с другом создавать некие синергетические эффекты дальнейшего развития совершенствования, что самое главное выйти на эту волну общения, когда можно говорить о самом сокровенном, совершенно спокойно, легко и достоверно, и что-то из этого должно происходить, и я хочу, чтобы из нашего общения что-то произошло, еще кроме того, что мы обмениваемся знаниями, пониманиями, ну вот ради этого я хотел спросить этого разрешения, можно, да? С удовольствием, да, спасибо, мне это невероятно и приятно, и интересно, я с нетерпением, ни в коем случае не торопя вас, но уже это очень хорошее замечание, потому что я делаю, да, но я делаю с чувством, пока душа не появится, поэтому я надеюсь, что мне это удастся, я вам очень благодарен за беседу, надеюсь, что мы еще потом сможем, да? Непременно, непременно, Хосем Магомедович, для меня всегда одно большое удовольствие пообщаться с вами, я с удовольствием всегда слушаю ваши соображения, мне очень интересны ваши вопросы, потому что вот ваш, конечно, колоссальный и жизненный опыт, и профессиональный опыт, и мне очень нравится вот ваше мировоззрение, да, эта нестандартность подходов, потому что я считаю, что на самом деле настоящая истина, вообще, вот вы говорите, даже не истинное знание, а истина, она рождается именно при нестандартности взглядов, нестандартности подходов, когда человек способен, ведь в сегодняшнем мире все пытаются все стандартизировать, сделать серьезное лицо и изобразить из себя какого-нибудь там специалиста, потому что это проще и надежнее, оно всегда, в общем, работает, а вот позволить себе выйти за рамки привычного, да, зная, что по-разному люди отреагируют и скажут, что, о, да, они, смотрите-ка, там, они, наверное, сумасшедшие, куда-то лезут, куда-то там какие-то метафизические дебри и так далее, это большая смелость, но я думаю, что она происходит именно от и глубины человеческой, и основ нравственных, мощных, да, и знания большого. Вы дали определение этому в самом начале, вы сказали целостность, то есть если человек целостен, у него всё это есть, вся беда в том, что не все целостные, вся беда в том, что зло вот это создаётся в мире за счёт накоплений вот этих вот нецелостностей, которые в результате создают всякие такие институции неправильные и так далее, это просто сумма вот этих всяких вот этих наших вот несоответствий, несомненно. Это другой интересный большой разговор, я считаю, что мы обязательно к нему должны вернуться и отдельно прямо посвятить целую встречу, как вы считаете? Спасибо, конечно, конечно, это как раз я к следующему разу, если такая надежда у нас есть, как раз буду думать об этом, как из маленьких недостатков человеческих, недоспал, раздражённый, не так понял, поругались, вот из этого всего создаётся целый анклав, или как их назвать, целый институт и всевозможные, которые потом, это институты зла, создаются из наших мелких вот этих вот отсутствия света, там где нет света, там обязательно появляется какая-то чепуха. Мы давайте ещё вот такое слово вбросим, чтобы оно в следующую нашу встречу ушло, чтобы обсудить фрактальность. Да, да. Считаю, что фрактальность это и есть основа зла. Да, я понимаю. Противовес целостности. Да, спасибо вам большое. Вам большое спасибо. Спасибо. У нас через несколько часов выйдет этот видео, я надеюсь вам посмотрят и напишут сразу, потому что давно ждут вас. Напишут там какие-то вопросы, я думаю, вы не откажетесь потом там может быть и ответить кому-то. Ладно? Я постараюсь, конечно, я постараюсь найти время обязательно. Спасибо. Прямо не сию минуту, но... Да, 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 все понимают, все понимают, занятость. Спасибо вам большое за ваше время. Вам большое спасибо. с уважаемыми нашими замечательными зрителями, с нашей прекрасной аудиторией. У нас много людей, так что... Да, чудесно, замечательно, очень целостно. Они мне напоминали, когда же мы встретимся, и вот... Так что вот, спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok